Добрый вечер В этот раз мы встречаемся с вами в новом таком модном гибридном формате. Нас сегодня приятно, что не просто в онлайн формате есть и зрители, но также к нам подключается просмотр, я думаю, что посредством YouTube. Итак, конкурс «Экспортер года» Челябинской области среди малого и среднего предпринимательства проводится в регионе с 2017 года. В нем участвуют предприятия, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта ни сырьевых, ни энергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной собственности. В этом году впервые конкурс проводился среди представителей крупного бизнеса. Но вообще весь этот год необычен и во всех своих проявлениях, поэтому и премия сегодня будет в необычном формате. Но не буду забегать вперед, а с огромным удовольствием приглашу почетного гостя нашей премии, заместителя губернатора Челябинской области Егора Викторовича Ковальчука на сцену. Давайте аплодировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему? Потому что итоги 2021 года для Челябинской области именно в сфере экспорта на самом деле действительно очень-очень хорошие, можно даже назвать впечатляющие. Мы практически удвоили объем экспорта, 90% плюсом рост к предыдущему году. Мы поднялись с 17-го вместо на 13-е в общем объеме в сумме экспорта и в несырьевом экспорте с 9-е на 7-е. Учитывая, что сейчас все регионы, все субъекты Российской Федерации бегут в этом направлении, бегут очень активно. И вы знаете, что экспортоориентированность один из приоритетов в Российской Федерации сегодня. Можно сказать, что мы бежим быстрее других, и это не может не радовать. Безусловно, это прежде всего заслуга вас, экспортеров, того бизнеса, который не боится работать с экспортом. Это сложнее, чем работа внутри страны. Рисков побольше, знаний нужно побольше, компетенций побольше. Финансовые модели чуть менее выгодны, но вы это делаете, и это огромный плюс. Как отмечают большинство участников авторынка, те, кто в эту реку вошел, уже выходить обратно не хотят, потому что это очень интересно и очень выгодно. Мы, в свою очередь, стараемся сделать все для того, чтобы это действительно было еще более интересно и еще более выгодно. Коллеги, большинство здесь присутствующих пользуются мерами поддержки. Я приглашаю тех, кто вдруг еще этого по каким-то причинам не сделал, обязательно воспользоваться мерами поддержки. Обратиться в наш центр поддержки экспорта, в российский экспортный центр, это федеральная структура, которая этими же вопросами занимается. И наши коллеги местные помогут вам в этом еще раз подчеркнуть. Для нас это один из приоритетов, и мы будем всегда его придерживаться. Ну, вот, собственно, все, что хотел в качестве приветствия сказать, это прежде всего огромное благодарность вам. Действительно, усилия только органов власти или институтов поддержки ничего не стоят без вашей инициативы, без вашей решительности, без вашей компетенции, знаний, без ваших продуктов. Еще раз спасибо вам за вашу активную позицию. Итак, я прошу вас остаться на сцене для вручения первых двух номинаций. Итак, первая номинация «Экспортер года в сфере промышленности». Друзья, вот сейчас аплодисменты в зале в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» среди малых и средних предприятий. Третье место занимает компания «Бур Инструмент Экспорт». Внимание на экран. Друзья, «Экспортер года в сфере промышленности». Ну, прошу, прошу, ваша номинация уже на экране. Давайте аплодировать. Друзья, ваши аплодисменты, фото на память. Спасибо. Второе место. Второе место. «Экспортер года в сфере промышленности» среди малых и средних предприятий занимает компания «Равани Рус». Приглашаю! «Равани Рус» является эксклюзивным экспортером компании «Элди». Компания «Элди» – это промышленная группа, объединяющая несколько предприятий, выпускающих продукцию для отрасли энергетики, теплоснабжения, газовой отрасли и бытового сегмента. На сегодняшний день на предприятиях под маркой «Элди» работает более 1800 человек. Производство находится в городе Челябинске и функционирует уже более 19 лет. Выпуск продукции происходит в рамках производства полного цикла. Продукция завода экспортируется в 25 стран мира. Друзья, все это компания «Равани Рус». Вот, собственно говоря, видеосюжет был посвящен. Первое место. «Экспортер года в сфере промышленности» среди малых и средних предприятий. Компания «Альтернатива». Компания «Альтернатива» – одно из ведущих предприятий России и стран ближнего зарубежья, выполняющих комплекс работ по проектированию и изготовлению металлоконструкции и комплектующих для навесных вентилируемых фасадов. Гарантия надежности и долговечности технологии подтверждена 18-летним опытом работы, обширной географией поставок и миллионами квадратных метров фасада, смонтированного с использованием произведенной фасадной системы. Ежегодно увеличиваем экспортные поставки фасадных систем «Альтфасад». Итак, продолжаем. Номинация «Экспортер года» в сфере промышленности среди крупного бизнеса. Третье место занимает «Уральская металлообрабатывающая компания». Аплодисменты! «Уральская металлообрабатывающая компания» на рынке с 2006 года. Основными направлениями деятельности УМК в настоящее время являются резкорулонного металлопроката на ленту, производство стальных электросварных примашёвных труб, в том числе оцинкованных, производство упаковочных лент различного типа, включая высокопрочные упаковочные ленты. Благодаря высокому качеству, которые соответствуют всем европейским стандартам, продукция ООО «УМК» высоко ценится не только в России, но и за рубежом. Кстати, спасибо представителям компании ООО «УМК» за активное участие в сегодняшнем форуме и вообще в течение дня. Итак, второе место среди крупного бизнеса «Экспортер года» в сфере промышленности «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования». «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» был основан в 2003 году. Мы с успехом решаем различные задачи в отрасли бетоносмесительного оборудования, осуществляем экспериментальное проектирование и разработку новой продукции, предлагая качественное оборудование и предоставляя весь сервис. Наш завод заслужил высокую репутацию на рынке бетоносмесительного оборудования. Друзья, но есть и первое место, но представители компании, к сожалению, не смогли присутствовать. Позвольте, Игорь Викторович, я просто объявлю, что первое место занимает Магнитогорский металлургический комбинат. Просто поаплодируем, друзья, просто поаплодируем. А вот, собственно, они. Ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции премиум-класса. Здесь добавлю, ну, коллеги, без обид абсолютно для ММК. Но для них это настолько уже стало обыденным и ежедневным. А они действительно один из ведущих наших, не один из ведущих, а ведущий наш экспортер. Ну, что они просто не расценивают экспорт, как что-то такое уже выдают. Это часть жизни совершенно обычная, нормальная, они каждый день с этим живут. Вот к этому надо стремиться, коллеги, действительно, вот чтобы так, ну, так себя позиционировать, действительно, вот нужно очень много вложить, очень много сделать. И мы очень признательны Магнитогорску вот именно за то, что они целенаправленно движутся от продукции вот низких переделов к высоко передельной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая уже все ближе и ближе к потребителю. Соответственно, все больше и больше ресурсов остается в регионе. Вот это именно тот путь, к которому идет каждый экспортер, собственно говоря, то, для чего мы с вами работаем. Спасибо. Друзья, давайте поаплодируем и перейдем к следующей номинации. Кстати, видите, приятно, что про каждого из участников есть небольшой… Нет, у нас еще одна номинация, попрошу, да, буквально еще пару минут, пару минут. Вот номинация «Новая география». В ней отмечаются те компании, которые стирают границы для экспорта, открывают новые рынки и не боятся рисковать. Компании, которые поставляют свою продукцию в новые страны и тем самым расширяют географию присутствия челябинского товара по всему миру. Итак, «Новая география» среди малых и средних предприятий. Третье место занимает компания «Урал МАЗ», торговая марка «Урал Экспресс Запчасть». Давайте приезжайте планировать. «Урал Экспресс Запчасть» – семейная компания из МИАЗа. Два поколения трудятся на предприятии. В 2021 году «Урал Экспресс Запчасть» отметила свое 20-летие. Широкий ассортимент выпускаемой продукции свидетельствует о постоянном развитии и востребованности у покупателей. Линейка выпускаемой продукции насчитывает более 150 видов. Компания постоянно в развитии и движении, потому что у руля – семья и преданная команда. Еще раз аплодисменты «Урал МАЗ». Второе место «Новая география» среди малых и средних предприятий занимает компания «Гермес». Смотрим видео, приглашаем нас. «Урал Гермес» не только реализует, но является разработчиком и производителем косметических средств ТМ «Без воды». Продукция торговой марки «Без воды» является инновационными средствами безводной гигиены российского производства, не требующих ополаскивания водой, в отличие от традиционных шампуней и гелей. Друзья, кстати, хочется отметить, что каждая компания, которая поднимается на сцену, получает не только вот тот самый диплом «Кспортер года», но еще и сертификат, которым можно будет воспользоваться в течение всего 2022 года. Итак, первое место «Новая география» среди малых и средних предприятий – компания «Пента». Аплодисменты! Компания «Пенте», основанная в 1998 году, является ведущим производителем бумаги-основы для продукции санитарно-гигиенического назначения в Урало-Сибирском регионе. Общая годовая мощность производства в настоящее время составляет до 18 тысяч тонн бумаги-основы. Производственные мощности предприятия оборудованы самыми передовыми технологическими линиями. Потребителями продукции являются более 70 предприятий, в том числе зарубежных – Казахстан, Польша, Румыния. Аплодисменты! Компания «Пенте»! Первое место среди малых и средних предприятий в номинации «Новая география». В номинации «Новая география» среди крупного бизнеса есть только первое место. И это уральская металлообрабатывающая компания, которая уже сегодня поднималась на эту сцену. Давайте поддержим аплодисментами. Игорь Викторович, спасибо огромное. Спасибо. Итак, переходим к следующей номинации. Когда мы слышим слово «услуги», каждый понимает для себя абсолютно разные направления. Но главное, что объединяет эту отрасль – это растущий из года в год сервис. Если услуги наших предприятий экспортируются, значит, нам действительно есть чем гордиться. Помимо, кстати, нефтегазовых месторождений и помимо экспорта металла и, в принципе, всех изделий из металла. Для вручения премий в номинации «Экспортер года» в сфере услуг на сцену приглашается министр экономического развития Челябинской области Наталья Равиловна Лугачева. Давайте приесать аплодисментами. На самом деле, все, что так или иначе мы потребляем, это касается сферы услуг. И поэтому будь лучшим для своих и будешь востребованным у других. Поэтому здорово и замечательно, что я вручаю эту номинацию и уже, наверное, становится традицией, что про экспансию – это ровно я. Скоро экспансия будет ассоциироваться экспортно именно со мной. Это приятно. Спасибо. Итак, номинация «Экспортер года» в сфере услуг среди малых и средних предприятий. Первое место, сразу первое место, занимает ООО «РС Проект». Давайте аплодировать. ООО «РС Проект» динамично развивающаяся компания, занимающаяся проектированием и техническим сопровождением монтажа навесных фасадных систем с воздушным зазором. Компания занимает одно из ведущих мест среди организаций по проектированию фасадов на территории Российской Федерации. Ежегодный объем проектирования в организации составляет более 350 тысяч квадратных метров фасадов. Партнерами компании являются крупнейшие застройщики и генподрядные организации России. В том числе, компания ведет деятельность и за рубежом. Ваши аплодисменты «РС Проект». «Экспортер года» в сфере услуг. Первое почетное место. Спасибо большое. Я попрошу еще чуть задержаться на сцене, поскольку есть еще одна номинация. Номинация «Экспортер года» в сфере высоких технологий. Каждый из присутствующих уже в принципе не представляет свою жизнь без телефона, без смартфона. Кто-то даже без социальных сетей. А если говорить о крупных предприятиях, то это по-настоящему автоматизация производства, управление процессами. И это по-настоящему высокие технологии, которые тоже экспортируются из Челябинской области далеко за рубеж. Итак, номинация «Экспортер года» в сфере высоких технологий среди малых и средних предприятий. Третье место занимает компания «Центр Протон». Аплодисменты! Это производственное объединение «Центр Протон» производит охранно-пожарное оборудование более 23 лет и является одним из ведущих производителей на этом рынке. Оборудование служит для охранного и пожарного мониторинга различных типов объектов и проявило себя как надежное, технологичное и современное. Достижения компании отмечены дипломами и наградами крупных международных выставок. «Центр Протон» гордится многолетним сотрудничеством и положительными отзывами постоянных клиентов, которыми являются Росгвардия, охранное агентство, службы мониторинга. С компанией «Центр Протон» вы в безопасности. Благодаря «Центру поддержки экспорта» у «Центр Протон» нет, у нас еще это только третье место, у нас еще второе и первое. Так, внимание, второе место. Компания «Элметро Инжиниринг». Экспортер. Компания «Элметро» входит в число ведущих российских приборостроительных предприятий. Специализируется на выпуске импортозамещающих интеллектуальных и высокоточных приборов и датчиков, наукоемких продуктов, требующих высокой квалификации от разработчиков и современных технологий производства. Подтверждением наших компетенций является более чем 20-летний опыт в области разработки и проектирования различных средств измерений. Собственный штат более 50 разработчиков и конструкторов, высокое технологическое оснащение. Приборы «Элметро» используются в самых различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовое, энергетическое, химическое, металлургическое и другие. Спасибо, спасибо за эти овации. И первое место. Первое место. Экспортер года в сфере высоких технологий среди малых и средних предприятий. Компания «Нейротехнологи». Мы научно-производственная компания из сферы персональной медицины. Более 10 лет наша компания специализируется на разработке и реализации собственных высокотехнологичных товаров для комплексной терапии позвоночника и функционального состояния всего организма, постоянно совершенствуя свою продукцию. Научные исследования проводятся совместно с лабораториями в сфере спорта, медицины и нейрофизиологии. Благодаря активному развитию на международном рынке, ООН «Нейротехнологи» с 2019 года входят в лидеры экспортеров медицинской продукции. Да, аккуратно. Друзья, давайте еще раз поддержим аплодисментами. Спасибо, спасибо. Итак, одна из самых важных для экономики не только региона, но и целого государства номинация «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса. Для вручения награды я приглашаю на эту сцену директора агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерия Вадимовича Денисенко. Приветствуем! Всем еще раз добрый день. Очень приятно вручать эту награду, особенно нашим сельхозпроизводителям, которые, мне кажется, своими марками известны во всем мире и дают продвижение региону путем своей продукции. Спасибо. Итак, внимание, в номинации «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса среди малого и среднего бизнеса награждается второе место компания «Ура-кондитеры». Кондитерская фабрика «Ура-кондитеры» сегодня – это две крупные производственные площадки общей площадью 13 тысяч квадратных метров, на которых расположены семь производственных линий, оснащенных передовым упаковочным оборудованием, позволяющим дольше сохранять продукцию свежей. Ассортимент продукции составляет более 250 наименований. Наш десерт не оставит равнодушным ни одного сладкоежку, а яркий и красочный дизайн позволяет использовать продукт как подарок-сувенир. Друзья, давайте поаплодируем и компании Валерия Вадимовича за то, что стойка находится на сцене, а компания в этот момент продолжает экспортировать, отгрузки, я так понимаю, либо в пробки не доехала, либо действительно экспортирует. Итак, внимание, первое место, первое место, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса среди малого и среднего бизнеса компания «Медал». Компания «Медал» работает под брендами «Коноплектика» и «Конком». Выпускает натуральные и полезные продукты питания и пищевые добавки из технической конопли орехов и семян. Компания основана в 2018 году. Всего за два года мы расширили линейку выпускаемой продукции с четырех до десяти наименований. И еще через год их количество должно дойти до 15. Наше производство основано на принципах низкотемпературной обработки сырья и без применения вредных добавок заменителей и консервантов и прочего. Вся продукция производится под строгим контролем и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Я так понимаю, что вот как раз-таки эта торговая марка была сегодня партнером вот того новогоднего поздравительного ролика, который сегодня все смотрели. Итак, друзья, номинации «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса сразу первое место. ООО «Ресурс» аплодирует. Компания ООО «Ресурс» ТМ «Увелка» – это современное предприятие, переработчик сырья и производство высококачественных продуктов питания. В компании сформирован производственный процесс полного цикла, включающий прием и хранение зерна, выработку и фасовку круп, зерновых лопьев, овсяных каш. Сегодня продукция предприятия с логотипом «Увелка» поставляется во все регионы Российской Федерации, экспортируется в 29 странах мира, в том числе в Австралию, Канаду, США, страны Западной Европы. Любимая торговая марка нашей семьи, друзья. Давайте еще раз поаплодируем у «Увелка», да. Итак, переходим к следующей номинации. Номинация «Прорыв года». Это номинация по-настоящему высоких достижений. Номинации «Прорыв года» среди малого и среднего бизнеса третье место занимает компания «Уфалей Гранит Сервис». У «Уфалей Гранит Сервис» находится в верхнем «Уфалеи». Компания занимается переработкой гранита и мрамора с 2017 года. Нашими клиентами являются строительные и дизайнерские компании, а также организации, оказывающие ритуальные услуги. Поставка осуществляется по всей России и ближнему зарубежью. Судя по всему, они где-то вместе с компанией «Ура! Кондитеры», потому что второе место, не поверите, Валерий Владимирович, второе место занимает компания «Ура! Кондитеры», но они же вместе с компанией «Уфалей Гранит Сервис» где-то. Ну давайте просто поаплодируем, слушайте, и Валерию тоже. А вот первое место, первое место, но я искренне надеюсь, да нет, уверен, потому что эта компания уже была на сцене, занимает ООО «Проект». Друзья, давайте аплодировать. По-моему, тот самый РС «Проект», да? Громче, громче овации! Прорыв года! Спасибо, спасибо большое. Друзья, вы знаете, сейчас хотелось бы пригласить на сцену представителя российского экспортного центра в Уральском федеральном округе, город Екатеринбург. Сегодня к нам прибыл Илья Андреевич Анисимов. Давайте приветствовать аплодисментами. Есть часть победителей окружного этапа, которые, я так полагаю, не смогли присутствовать в Екатеринбурге, да? Или, прошу. Да, конечно, рад, что сегодня оставшиеся награды также будут, также обретут своих владельцев. И хотел бы от лица российского экспортного центра выразить благодарность компаниям, принимающим участие в комплексе «Экспортер года», потому что вы вносите вклад в развитие экспорта не только, так скажем, в стоимосном его выражении, но и популяризируете. Мы с вами делаем одно дело. Спасибо большое вам. Итак, друзья, окружной этап. Второе место в номинации «Экспортер года» в сфере высоких технологий в категории «Малое и среднее предпринимательство» ООО «Нейротехнологи» Челябинская область. Евгений, как-то вы избирательно фотографируете не всех экспортеров, очень… А, вы, понятно, все, представитель «Нейротехнологи». Итак, друзья, второе место в номинации «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса в категории «Крупный бизнес». ООО «Ресурс» приветствуем вновь на сцене. Мы что, зря говорили, что «Увелка» наша семейная, как бы, торговая марка? А, здесь, здесь, все, все, вернули, вернули. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. ООО «Ресурс»! Две статуэтки забирайте, увозите на предприятие. Спасибо вам. Второе место в номинации «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса в категории «Малое и среднее предпринимательство» компания «Медал». Приветствуем! Друзья, давайте поаплодируем Илье Андреевичу Анисимон за то, что лично прибыл на сегодняшние события, важные для Челябинского региона, для экспортеров, да и не только, кстати. Итак, друзья, помните о нашем главном сюрпризе вечера. Сегодня каждый из вас получал вот те номерочки. Кто-то увидел на столе наш прозрачный стеклянный куб и забрал по 14 номерочков, так сказать, на компанию. Ну, что сделать, мы сами виноваты, упустили его из виду. Друзья, итак, внимание, у нас есть генератор случайных чисел. Давайте его выведем на экран от 0 до 200, да, у нас сейчас будет. Супер, есть. По средствам генератора мы сейчас будем вводить, соответственно, значение числовое и будем приглашать. Надеюсь, что все цифры на руках будем приглашать, вручать подарки. Кстати, первый приз, первый приз – это сертификат нашего партнера комплекса горячих термальных источников «Баден-Баден». У-у-у, только один человек рад, подождите. Может, мы по-другому поступим? Зачем нам? Зачем генератор? Давайте кто? У-у-у, тот и заберет эти 5 тысяч рублей в «Баден-Баден». Итак, нет, все честно. А тот, все-все-все, я понял. Не только вам он нужен, не только вам. Так, внимание, генератор случайных чисел. Прошу, смотрим. 99. Есть 99? Приглашаем на сцену. Что, у нас 2 99? У кого-то из вас 66. Давайте так. Давайте поступим по-честному. Девушки, 99, вам 66. Ну, все-таки «Баден-Баден», да? Согласны? Идите к нам, идите к нам на сцену. Это хитрость, которую допустили сегодня организаторы. Точки не поставили. Там у многих будет. Сейчас будет 86-98. Вот эти вот все истории. Напомните ваше имя. Яна. Яна, какая компания? Элметро-инженеринг, город Челябинск. Друзья, давайте аплодируйте. Все компанией отправляетесь в «Баден-Баден» за бешеные 5 тысяч рублей. Итак, друзья, внимание, продолжаем. У нас следующий приз, сертификат. Вот тут, кстати, очень даже солидно. На три месяца консультационного обслуживания в сфере налогового и бухгалтерского учета. От партнера. Внешэконом-аудит. Я, кстати, хотел бы пригласить, наверное, на сцену нашего партнера. Лилия, Лилия, где вы? Лилия, прошу. Лилия лично готова вручить. И, может быть, пару слов о том, что же получит непосредственно победитель. На самом деле, внешэконом-аудит работает на рынке экспорта уже больше 20 лет. Вот мы помогаем экспортерам стирать границы, осваивать новые горизонты. Для вас работает команда аудиторов, юристов, налоговых адвокатов. Вот, собственно, сертификат дает право на три месяца такого консультационного обслуживания. Слушайте, ваша компания работает уже очень давно. Столько лет экспорта официально не было из Челябинской области, сколько вы существуете. Это как? Вы сначала все перевозили через Псковскую область, мимо таможенной кассы, да? Да, я понял. Итак, друзья, если есть необходимость провести в Латвию через Псков, Лилия. Итак, друзья, я все что вам тоже контакты скину. Друзья, следующий номер, следующий номер, 15 тысяч рублей, как раз-таки три месяца того самого консалтингового обслуживания. Смотрим на экран. Кто же становится обладателем? 64. Номер 64 есть. Есть обладатель номера, да? Это что, ваш? А, Егор Викторович, кстати, действительно взял номерочек из нашего вот этого прозрачного куба. И это его номер. Скажите, сможете посодействовать, да, Егора Викторовича, да? Все. А, следующий, да? Ну, хорошо. Давайте следующий. Давайте пробуем. 154. Номер 154. Есть, нет? 154. Такое количество номерочков, что ребята не могут разобраться, какие есть, какие нет. 154. Нет, мы разыграем только по факту присутствия. Так, окей, поехали дальше. Следующий номер. 172. 100... А, следующий, да? Итак, у вас 173, да? 172. Слушайте, так неудобно. Лично захотели вручить, и на тебе, никого нет. Итак, следующий номер давайте. Давайте генерировать. 199. Это не может быть. 199. Давайте я один возьму. Ну, чтобы не так обидно было. У вас же... Сколько у вас их? 2, 4, 6? А, 2 сертификата. Внимание. Следующий номер. 150. Должно повезти. Ура! Есть! 150. Приглашаем. Смотрите, вам как раз сертификат на обслуживание в сфере налогово-бухгалтерского учета. Прошу. Да. Получайте. Отдельно впишем, да, название компании? Подождите, а второй? Или вы сразу два отдали? А, все, я понял. Итак, внимание, второй сертификат. Это три месяца юридической консультации в сфере трудового, гражданского, корпоративного и налогового права. Друзья, итак, тут, кстати, и сумма посерьезнее. На сумму 21 тысяча рублей. Надеюсь, повезет прямо с первого раза. Прошу. Смотрим. Номер 71. Номер 71. Нет? Окей, давайте дальше. Номер 173. Номер 173. Слушайте, ну тут трудовое, гражданское право, ну как бы, то есть это, это даже не для экспорта, это в принципе нужно. Поехали дальше. Номер, давайте следующий выберем, счастливый. 132. 132, есть! Прошу. Спасибо, спасибо вам огромное. Слушайте, так удивительно, никто же не проверяет на сцене номерки вообще. 132. Да иди. Отлично. Ну, главное, чтобы вручили приз. Итак, поехали дальше. Следующий у нас сертификат на услуги от партнера, от агентства переводов, друзья. На сумму 10 тысяч рублей. Да? Есть сертификат? Прошу. Сгенерируйте нам число. 94. Номер 94. Дальше, да? Какой нужен, вы скажите, мы сейчас в программу внесем. Какой? 70, да? Будьте любезны, номер 70 на экран. Сейчас попробуем. Не работает. 133. Все должно быть по-честному, да. 133. Давайте, если еще два раза мы мимо, то 70 отдаем еще, да? Ну, чтобы не пропадал сертификат. Следующее число генерируем. 157. 157. Давайте уже отдадим, да? Да, уже как бы все только за, да? Нет, ну, раз такая история, почему нет? Вы видите все-таки на экран номер 70. Итак, пожалуйста, сертификат номиналом 10 тысяч рублей на услуги письменного перевода на иностранный язык. Держите, это вам. Аплодисменты. Спасибо. Весело будет, если сейчас будет 70 следующий. Итак, кстати, у нас еще один сертификат на переводы и тоже на 10 тысяч рублей. Следующее число генерируем. 159. 159. Какой? 101? 101? 101, будьте любезны. Заявочка пришла. 127. Ну, почти, да. Тут, господи, это разница-то. 127? Серьезно? Да не надо. У вас все равно их там штук шесть. Друзья, давайте аплодировать сертификат на 10 тысяч рублей на письменный перевод на иностранные языки. И у нас еще есть два подарка от Центра поддержки экспорта. Друзья, это новогодние наборы, да? Новогодние... Слушайте, это разные новогодние наборы, да? А, это один. Один новогодний набор. Для усиления эффекта. Рюкзак и пакет в разных местах, да? Итак, внимание. Генерируем число на экран. 74. Какой у Челябинска номерной знак на машине? Какой? 74, да? То есть не зря. Прошу, у кого 74? Отлично. Слушайте, но за новогодний подарок, Владислав, надо пару слов в адрес всех присутствующих. Вот что желаете в том самом наступающем 2022? Он принесет что-нибудь? Ну, он, конечно, что-нибудь да принесет. Но я все-таки желаю, чтобы он положительные эмоции вам всем принес. Спасибо, спасибо. Это важно. Благодарю. Так, и еще один подарок. Идентичный. Или там разная марка у Велки. Итак, поехали. На экран генерируем число. 25. Номер 25. Есть! Наконец-то! Боже мой, Евгений, да вы не зря сегодня всех спикеров мучили просто. Не зря. У вас... Кстати, Евгений тот самый человек, который увидел на столе вот этот наш прозрачный куб. И там лежало где-то штук 14, наверное, бумажечек вот этих вот свернутых на место. Больше. Возможно, там даже где-то был тот самый номер 25. Или что, вы взяли с собой? А, Евгений, такой его не проведешь. Евгений, подождите. От вас поздравления. Давайте буквально пару слов. Что? Чего ждать? Давайте прогноз. Чего ждать в 2022? Омикрон? Или что-то другое? В 2022 ждать 2023 года. Обнадеживающе. Типа в 2023 все будет хорошо, да? Спасибо, Евгений. Спасибо. Друзья, но приятно, что мы уже в 2021 встречаемся с вами лично. Уверен, что в 2022 мы вот эту стенку уберем, и нас будет как минимум в два раза больше. И это будет ни в коем случае не нарушать никаких санитарно-эпидемиологических норм. Друзья, все подарки вручили, да? Никого не забыли? Давайте еще раз поаплодируем всем, всем присутствующим участникам премии «Экспортер года» Челябинской области. Друзья, у нас продолжение нашего прекрасного, теперь уже такого душевного, теплого вечера того самого клуба экспортеров, потому что он действительно существует. Я вижу, как в течение дня экспортеры друг с другом общаются, уже не в первый раз видят друг друга на подобного рода мероприятиях. Поэтому давайте продолжим этот теплый вечер в нашем холле под классную музыку, уже с игристым, я так полагаю, да? Уже с игристым, друзья, все. Парковка в Рэдисоне за ваш счет, и все. Платная, да? Я просто не в курсе. Ну, значит, платная. Всем хорошего вечера, всех с наступающим! Новым годом! 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 Продолжение следует...